Здравствуйте! Здравствуйте! Давно вас не видел? Да. Расскажите, кто вам сегодня больше всего понравился? Есть ли уже люди, которых вы готовы отправить вместе с вами в Америку? Может быть, это даже я? Может быть. Я реально, я вырос в Америке, потому что у нас в Америке всегда новое, всегда построено все на новое, на новое, новое, новое. Ну, здесь опираются больше на старое, чем на новое, да, я с вами согласен. Здесь у меня немножко вот это было, не подошло, чтобы не критиковать, очень легко. Когда только начинаю петь новую какую-то авторскую песню, я сразу, о, вот это сейчас нормально. Мне понравилась группа очень, керсы, вот это, которые пели. Мне только что песня понравилась, но они такие храбрые, что они просто придумали. И там скрипки, и велинчелла, и там труба, и там всякие, всякие. И вот это все смешанное. Это было очень-очень интересно. Очень интеллигентная песня и группа, мне очень нравится. Второе, что мне очень понравилось, это наше сцене, которое вышло, и Витина вот эту песню спела. Красивая песня, правда. Там мелодия отсюда, внизу, так, наверх идет. Это очень сложная песня. Она спела, она так, мне мурашки били. А, честно говоря, все другие моменты, которые всем нравились, мне более-менее, ну, это, я понимаю, носталгия. Хорошо, а скажите, а вот есть артист, который уже может конкурировать не с российскими исполнителями в плане музыки и вокала, но и даже с американцами? Кого вы можете выделить такого человека, который может конкурировать с американцами? Пример. Рита Докота, вот эта, она пишет песни такие, что они могут играть здесь и в Америке. Она очень интеллигентный композитор, она реально, она пишет такие красивые песни. На моей команде, например, есть пара девушек, которые поют очень хорошо, но такие голоса перевести на английский язык я еще не знаю, потому что у них всех акцент, они все русские девушки, но перспектив в Америке еще не упредил, я не знаю еще. Хорошо. А как вам один парнишка, как его, Эрик, да, Габриэлян, по-моему, его звали, Эрик, да, Эрик Габриэлян? Его слили же, да, по-моему? Да, как вам, Эрик? Я не помню, как. Я тоже, вот, был такой парень, вроде... На тебя похож на меня. Да, говорили на меня похож. Да? А что, он ушел? Да, он ушел. Ну, если ушел, я не помню. Если он здесь, что стоит здесь, я вспомню. Да, наверное, он здесь, по-моему, где-то стоит. Да. Где он там потерялся? А как вы относитесь к тому, что бывшие ваши участники оказались у других наставников? Ну, мне это очень приятно было. Я очень рад, что очень тяжело, когда отпускаем наших конкурсантов. Я всех выбрал наручно, потому что я видел, слышал перспектив, но они просто не дошли. Всегда очень печально, потому что если что-нибудь в этой песне сейчас на репетиции было одно, а сейчас сыграли совсем другое, мы все решаем на это. Но я знаю, у них есть талант. Они могут, ну, продолжать, они могут быть артистами. Мне очень нравится, когда, ну, например, вот эти boys band, вот эти мальчишки. Мне единственное, что они, мне кажется, что им нужно или еще одного, еще двое. Четвертого хотите? Взять. Можно, в принципе, найти четвертого? Я как бы могу прямо сейчас найти. Где найти четвертого? Вы его прямо трогаете. Четвертого где найти дно? Скажите, сколько лет за историю проекта вы, ой, сколько лет, сколько времени вы находитесь уже в Российской Федерации? Нравится ли вам здесь время? Мне очень нравится. Я, честно говоря, я, когда возвращаюсь обратно в Лос-Анджелес, то я сразу скучаю, чтобы быть здесь. Мне очень хочется остаться хоть на половину времени, когда две недели здесь, две недели там. И реально, чтобы заниматься здесь музыкой, творчеством, это мне очень интересно.